Нешуточная борьба развернулась в доме спорта «Титан». За звание победителей школьной баскетбольной лиги сражались ученики четвертых классов сразу нескольких Березняковских школ. В первых играх отличные результаты показали воспитанники школьного тренера Марии Жданковой. Первая игра сегодня, поэтому посмотрим результат. Первая команда, 11-й школы у меня сыграла. Очень хорошо порадовали ребята, молодцы. В принципе, все, что нужно было, они сделали, показали в свой баскетбол. Сейчас буду ждать результатов второй команды. Юные спортсмены буквально вгрызались в мяч. Уступать победу противнику никто не планировал. У них защита была. Там еще из моей секции мальчики были, и они очень хорошо играли. И из-за этого было сложно пройти на проход, и я открывался под кольцо. Слаженности в игре помогает и дружба в команде. Главными секретами успеха с нами поделился капитан команды школы номер 8 Андрей Жданков. Команда у нас сильная, сильная, у нее очень дух. Мы общаемся с каждым, мы очень любные. И мы, конечно, по разным классам раскиданы, но мы все равно все вместе дружим. Делала точные пассы и забивала мячи наравне с мальчишками. И единственная девочка на этом турнире – Маша Воронина. Я еще хожу дополнительно на баскетбол в темп. Мы там играем тоже с мальчиками и с девочками тоже. Мы с девочками играли в темпе, а вот с мальчиками я уже давно играю тут. Мне нравится. Не тяжело с парнями? Нет. Школьная баскетбольная лига «Калибаскет-юниор» уникальна. Она единственная в стране. Игры проходят одновременно в двух городах – Березняках и Соликамске. До сих пор никто не проводит такую лигу, как город Березняки и город Соликамск. Все это проект компании «Уралкали», который развивает детский баскетбол уже на протяжении восьми лет. Мы видим результат. Дети играют, дети хотят играть. Более полутора тысяч мальчишек занимаются баскетболом. Школьная баскетбольная лига завершится финалом четырех, в котором определится сильнейшая среди лучших команд ШБЛ Соликамска и Березняков. Состоится этот турнир ориентировочно в конце мая. Мария Динова, Александр Зибзеев. Наши новости.